в этом видео я хочу вам рассказать о цвете год ну понятно что все художники вы знаете что они голубые что они синие что они зеленые они коричневые ну почему это происходит вы когда-нибудь задумывались тому размышлению меня привел вопрос одного мальчика на мастер-классе от чего горы синие и тут я задумалась чего же они действительно синие чего они такого цвета я принялись художник работающий на улице например я весной зимой лето осенью пишу пейзажи пишу природу я очень много за ней наблюдаю и вот эти наблюдения меня привели к тому что цвет гор меняется состояние воздуха влажности вот та влажность эти вот мельчайшие капельки воды находящиеся в этой влажности создают цвет гор цвет леса цвет камней цвет море цвет всего окружающего нас на расстоянии эти мельчайшие капель они отражают на себе небо туч солнце все что в этот момент в них отражается из и является тем цветом который мы видим а теперь вернемся видеоряду не забываем подписываться много интересного и ставим для видеоряда я подготовила ряд фотографий природы и фотографий моих картин для того чтобы было более наглядно и понятно как влажность влияет на восприятие цвета и для чего вообще это нужно художнику понимание откуда берется цвет сейчас у нас на фото вечерний пейзаж где солнце практически над горизонтом вот она здесь распространяет свои лучи и вы видите что влажность достаточно сильная плотная горы практически как бы тают в тумане и что мы видим солнце настолько сильно пронзает влияет на влажность своим цветом своими солнечными лучами каждая капелька воды отражает именно солнечный цвет и чем ближе к солнцу тем капельки воды становятся практически цветом солнца то есть горы меняют свой цвет из голубого как мы вот здесь вот виден к более такому красновато фиолетовому а здесь даже к оранжевому и чем дальше от солнца чем дальше мы отодвигаем взгляд чем дальше мы смотрим в сторону тем солнце меньше влияет потому что она уже низко находится над горизонтом и на цвет горы влияет больше влажность больше влияет на влажность на цвет горы влияет больше небо еще вы видите такой элемент как белая полосочка возникающая над горами от чего это происходит опять-таки это влажность которая ближе к земле когда вы рисуете вам не обязательно это смотреть вы это должны просто понимать знать и делать это тот же день это тоже тоже место только фотография сделана в сторону для того чтобы больше понимать как вот влажность именно влияет на цвет вы видите что горы здесь утопают утопают в этой влаге влага струится по меняя их цвет от сверхушки от светлого к земле к воде более светлым почему это происходит испарение идут от земли от воды и все эти испарения которые поднимаются составляя влажность воздуха прямо над землей они находятся над водой и поэтому здесь вы вот четко четко видите как плавно переходит цвет моря в цвет горы и как он плавно потихонечку темнеет краю потому что здесь влажность уже становится реже и вы замечаете что чем дальше поле зрения точки зрения находятся горы тем влажности влажность плотнее капелек больше отражение от неба от всего от всего намного больше и поэтому они становятся светлее и сильнее и чем ближе тем цвет становится более теплым менее холодным то есть капелек воды мы видим меньше и поэтому они отражают меньше неба вы видите как отражается здесь вот солнце в этих местах и вот в этих и как она по-разному отражает на них одна и та же зелень здесь более теплая более красная мы видим отражение солнца а дальше она утопает в этой влажности она темнее почему я выбрала такие вот фотографии с таким количеством влажности на них понятнее и четче видно как это происходит как это все меняется когда влажности меньше это фото опять с того же место тот же то же время и здесь я хотела показать как свет распространяется и цвет во влажности когда солнце светит на горы годы мы видим против солнца или они находятся какой-то тени а именно когда горы освещены как вот как вы понимаете что растительность вот на этой горной поверхности и вот на этой горной поверхности одинаковые но когда влажность большая а когда она меньше эта разница значительно уменьшается но она присутствует из теплого красно-оранжевого цвета она становится более холодной но все равно имеет розовый оттенок розовый цвет вот что я хотела показать на этом фото вот одна из моих работ где показывается солнечный свет где опять-таки где присутствует достаточно влажность в воздухе и как солнце влияет на цвет гор и именно тогда когда она находится близко это не значит что она светит прямо над горой или что там находится в каком-то вот в этом районе вот в этом районе небо и мы видим что цвет солнце вот этот вот лимонный какой-то оттенок добавляется в цвет влажности то есть цвет гор вот в этот цвет синего и чем дальше мы от солнца тем она меньше влияет и поэтому дальше больше влияет небо следующая работа это черногория там тоже много влажности то есть получается в каждой горной местности присутствует много влажности много испарений и они довольно сильно влияют на цветность и что хотела я показать на вам на этой работе как влажность как вот она испаряется от воды она поднимается и становится гора сливается практически на свет она очень светлая становится именно возле воды то есть то откуда идет испарение и чем поднимается выше она рассеивается и и становится меньше и и сдувает ветром и и здесь годы приобретают более четкую конфигурацию а вот работа написано в создали то есть это уже не горная местность это уже равнина влажности достаточно мало и цвета и четкость дальнего фона просматривается очень хорошо влажность присутствует воздухе но она значительно меньше и поэтому она намного меньше влияет на цветность заднего плана то есть задний план хоть я и пути делаю более холодным добавляю но он остается четким ярким потому что в этой местности влажности мало вот фото южного берега крыма это поздняя осень влажность недостаточно сейчас много она присутствует в воздухе как как крыму постоянно она присутствует у бывают очень редкие моменты когда ее мало сейчас и не сильно много и мы видим как солнце освещает сейчас поверхность дальше 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 и совсем вдали и сейчас я покажу как это получается на картине вот этюд написанный за полтора часа очень быстрый это поздняя осень солнце не высоко над горизонтом оно в любой момент может быть затянуто тучами нужно работать быстро и что здесь происходит вот у нас впереди камни которые лежат они освещены небом вот камни которые достаточно близко к нам они более желто оранжевые вот камни они более оранжевые чуть отодвигаясь добавляется капелька розового капелька вот такого бледно розового и тем самым все отодвигается на задний план тени становятся более синими более холодными на них отражается рефлекс неба так как влажности не очень много ее мало тени довольно четкие и чем дальше тем свет у нас становится все более холодным и вот та влажность которая присутствует вот она здесь это дальние горы это дальнее небо оно становится розовым солнце светит своими лучами добивая и туда то есть освещая землю но оно смешивается своими лучами с цветом неба и поэтому получается вот такой вот розоватый оттенок вот еще одна работа которая показывает восточный берег Крыма это Коктубель быстро идет полдень когда солнце кидает свои блики в воду отражается в них и цвет горы который находится достаточно далеко от места которого я рисую он против солнца то есть он находится в тени но солнце настолько сильно падает и освещает это место что гора приобретает имеет такой небольшой лимонный все равно оттенок то есть добавляется в капельки воды добавляются лучи солнца и вот эта желтизна делает гору вот такой вот светлый и воздушный вот еще одна картина примерно с того же места но это еще не полдень это еще утро и мы видим четко на горе уже какие-то детали мы видим какие-то освещенные места но влажность их скрывает она списывает их и делает день вот таким вот легким воздушным и серебристым вот еще одна фото это фото когда туман настолько сильный что он просто превращается в дождь то есть это не дождь это туман и для чего я сделала его и вам показываю для того чтобы было больше понятно как вот каждая капелька воды от источника света получает свое отражение вы видите здесь горит что-то красное вокруг гигантский красный ореол да вы видите здесь горит белое вокруг белого белый ореол фото вокруг желтых огней какой огромный ореол то есть капельки воды отражают в себе то рядом с чем они находятся под небом на них отражается небо на них они находятся под тучами на них будут отражаться тучи они находятся под солнцем на них будет отражаться солнце все это нужно Именно для того, чтобы вы понимали, каким цвет брать для гор. А сейчас я хочу показать небольшое видео, снятое именно для того, чтобы было понятно, как горы меняем, как они по-разному освещаются. И обратите внимание, что влажность к горизонту всегда плотнее, то есть ее больше, чем к вершине горы. И поэтому на горах образуется, на границе особенно гор, вот здесь вот это очень-очень четко видно, образуется вот такая светлая полосочка. Потому что именно в этих местах, вот они, именно в этих местах, влажность скапливается гуще и больше. Потому что испарения идут над землей, они идут от земли, они поднимаются вверх. Чем выше они поднимаются, тем больше они рассеиваются. Это как над кипящей кастрюлькой. Вы видите парообразование над кастрюлей, и уже поднимая взгляд сантиметров на 10, на 15, на 30, 40, выше, дальше, вы видите, что испарения уменьшаются. Они растворяются, испаряются, рассеиваются в воздухе. То же самое происходит и здесь. Сейчас еще раз вернемся к фото и посмотрим внимательно, как вот эта белая полосочка, образующаяся над горами, когда следом идут следующие горы, почему она получается и от чего? Повторю, влажность плотнее, то есть она гуще, она больше испаряется от земли. На вершине тоже земля, и от нее также отходят испарения, как от верха горы, так и от низа. Но в этой стороне, в этой стороне, вот в этой части, которая находится за холмом и до следующей вершины, там влажности больше, чем вот на этой вершине, чем вот на этой вершине и чем вот на этих вершинах. Ее внутри больше, и поэтому там горы светлее, а кверху влажность потихонечку испаряется, потихонечку исчезает, потихонечку развеивается. И поэтому здесь, вот то, о чем я говорила и показывала на своих картинах, горы становятся темнее. И здесь темнее, и здесь темнее. Когда вы знаете, как это должно быть, вам не обязательно смотреть, не обязательно вглядываться, подбирая цвет, вы понимаете, что там происходит, вы понимаете, откуда берется цветность, вам легче смешать цвет, и не важно, это горы или любой другой пейзаж. Спасибо за просмотр, я надеюсь, мое видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, я планирую ряд обучающих видео выкладывать на канале. И лично ко мне вы можете обращаться по гадресу город Феодосия, улица Земеская 6, мастерская Анаарт. Телефон будет внизу под видео. Или, если вас заинтересует, можно проводить занятия онлайн. Продолжение следует...